МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По итогам напряженных раундов стало известно, что победа осталась за сборной Якутска. Спорт остается спортом, но обыграть команду, которую считаешь главным соперником, – дело принципа. Вообще эта команда СВФО сильная очень, и она принципиальная для нас. Мы все время между собой друг с другом соперничаем. Но мы были очень сильно настроены, понимали прекрасно, что они просто так нам без боя не сдадутся. И мы выложились на все 100%. Где-то небольшие недочеты были, но мы попытались, их исправили, и удержали, вырвали победу. Напряженный момент и мгновение, когда только полет мяча решает дальнейшую судьбу команды. И в эти минуты триумфаторами становятся волейболистки из Якутска. Во второй игре между сборной Усть-Алданцев и Намского района победу одержали хозяева игр со счетом 3-0. Теперь в борьбе за первое место сразятся команды столицы республики и Усть-Алданского района. Шансы у финалисток одинаковые, но все покажет игра. Четвертый соревновательный день подвел итоги в командных соревнованиях по настольному теннису. Как и ожидал, среди мужчин победу одержали фавориты состязаний Усть-Алданцев. Как признаются судьи, преимущество всегда у мастеров спорта. У хозяев игр главная надежда и гордость – это Василий Румянцев и Сергей Ли. Пятый день спартакиады прошли одиночные поединки. Сначала играли девушки. Анастасия Гармашова, выпускница Новосибирского университета, выступает за сборную Нерингвинского района. Это ее уже вторые игры народов Якутии. Ожидания не оправдались и в этот раз. В командных соревнованиях Нерингвин уступил победу Чуропче. Конечно, мы расстроились. Немножко нам не хватило. Что-то нам не повезло. Конечно, хотелось бы занять первое место. Но ничего. Команда была сильная, достойная тоже победы. Все мы слышали известную фразу Пушкина, что любви все возрасты покорны. На восьмых спортивных играх ее можно применить и в настольном теннисе. Самый возрастной спортсмен в этом зале – 72-летняя Елизавета Матвеева, член сборной Сунтарского улуса. Я родом из Сунтарского района. На самом деле в настольном теннисе нет возрастных ограничений. Здесь играют участники разного возраста. Потому что все соревнуются на равных условиях. Не страшно выступать с молодыми спортсменками? Нет. Я играю, не боясь. Солидный возраст – не помеха в спорте. В командных соревнованиях сунтарцы заняли четвертое место. Как выступит Елизавета в одиночных схватках, мы сообщим дополнительно. А вот Анастасии Кочаткиной из АМГИ уже не повезло. Но, тем не менее, зрителям она запомнилась, как самая яркая и эмоциональная спортсменка в этом турнире. Когда играешь, волнуешься и задыхаешься. Когда кричишь, все это выходит. В основном эмоции выходят, когда выберешь очко. А может быть, вы смущаете своих противников? Специально так? Нет, нет. Я специально так не знаю. Все это выходит из себя. Как объяснила нам призер всероссийских соревнований Ольга Тихонова, проявлять громкие эмоции на состязаниях даже международного уровня допустимо. Главное – не выражаться нецензурно и не угрожать. После встреч девушек в зале Мэндабетской школы состоятся одиночные соревнования среди мужчин и парные встречи. И здесь вновь преимущество у мастеров спорта. Но надо признать, что звание – это не всегда гарантия победы. Та в командах состязаниях Денис Гаврилов, мастер спорта международного класса, не привел команду СВФУ на пьедестал почета. Они заняли пятое место. Они в предварительном этапе, то есть в первом финале, проиграли команде Татинского Улуса. Поэтому они уже не смогли бороться за первое место. Но у Дениса есть шанс проявить себя в одиночных и парных соревнованиях, которые пройдут в последний соревновательный день. Ларина Сукуева, Семен Афанасьев, Усть-Алданский Улус. В рамках восьмых спортивных игр народов Якутии завершились соревнования по шахмату и по шашкам. Уже известны имена сильнейших команд и участников. В эти дни состоялись не менее острые и яркие соревнования между сильнейшими умами республики. По итогам трех дней и девяти туров шахматом состязаний лучшей оказалась команда Усть-Алданского Улуса. Второе место заняла сборная Якутска. Бронза досталась СВФУ. Мы готовились к первому месту. Я еще в прошлом году говорил, что мы планируем занять первое место. Но многие этому удивлялись, конечно. Но хотя бы второе говорят. А мы говорим, только мы на первое согласны. Поэтому вот так турнир проходил очень упорно. Пять команд были примерно все равны. Так. Вот мы одолели две сильные команды с крупным счетом. Намскую команду им дали полочка и Чуроптинскую команду в самом последнем туре выиграли 4-0. Ну а в состязании по русским и международным шашкам хозяева игр не уступили пальму первенства соперникам. Немалую конкуренцию им составила команда из Чуропчи и Якутска. Вообще не ясно, кто дидировал. То есть там как гонки шли. Очень сильные команды, как Чуропчинский, Нанский, город Якутск. Мы шли на четвертом месте. И вот сегодня, ну, как-то собрались, можно сказать. И сегодня хорошо сыграли, я думаю. И я думаю, что у нас очень перспективный шанс победить. Умение просчитать заранее 20 ходов вперед за себя и за противника, чтобы не попасть в тупик и не запутаться. Спортсмены-интеллектуалы показали яркую борьбу, остроту и гибкость ума. Атмосфера соревнований очень хорошая. У нас, например, когда командные встречи, там четыре человека встречаются друг с другом. И когда вот из четырех нужно набрать два с половиной, чтобы выиграть команду. Две победы, одна ничья уже устраивает, можно сказать. И накал с России до последней минуты неясной позиции. И за это командный шахмат очень интересный. Мы всегда будем работать и будем еще раз этот вид спорта поднимать. Как отметили судьи соревнований, еще никогда не было такого сильного состава. На шашечном поле встретились агросмейстеры, международные российские мастера спорта. Ну а молодые игроки имели возможность состязаться с именитыми спортсменами, как Гаврил Колесов, Матрена Наговицына, Николай Стручков, Николай Гуляев и другие. Дайя Барашкова, Джул Станин Акентиев, Семен Афанасьев. Погода на улице стоит не совсем благоприятная. Идет небольшой дождь, ветрено. Но тем не менее второй решающий день соревнований по спортингу идет полным ходом. По итогам личного зачета в первый день лидирующие позиции занимали Дархан Федотов из Татты, Николай Кобяков из команды Кобяйского Улуса и стрелок Вилюйска Артур Николаев. Станет ли непредсказуемым конечный результат, как сегодняшняя погода? Ну условия сами видите. На второй день у нас дождь такой моросящий. Но тем не менее у нас соревнования не останавливаются. Это не повод останавливать соревнования. Наоборот, это показывает выдержку и профессионализм спортсменов. Не только спортсменов, но и судейской бригады. На второй день соревнования погода Бертусовского наслега устроила настоящую проверку для участников. Под моросящий дождь и при пронизывающем ветре участникам пришлось включить весело, профессионализм и удачу. Пока средний идёт. Запланируем где-то 8-7 место. Попытаемся удержаться из 16 команд. Всё классно сделано. Второй день погода подела. Как вы сами видите, дождь идёт сильный, ветер. Ну и стрелкам, конечно, это всё мешает. И в таких условиях что вы должны предпринимать, на что рассчитывать? Предпринимать, но главное, у кого-то удача будет. Кому-то порыв, ветер не помешает. Кому-то, ну, все одинаковые условия. Насчёт организации вообще у нас ваших вопросов нет. Просто вот погода чуть-чуть омрачает, но ничего. Уже как-никак. У нас стрельба приближенная к охотничьим. Из-за этого мы этого не боимся. Да, но свой азарт, наверное, в этом даже есть, да? Ну да. Особое значение эти соревнования по спортингу имели для жителей села Сырдах. Ведь их земля стала пристанищем для такого значимого вида спорта. В этом году мы продлили ещё на 5 лет лисензию на проведение таких соревнований по спортингу. Вот таких масштабных крупных соревнований здесь раньше не проводилось. Поэтому данное событие, как для нас, самый яркий праздник получился. После обеда стали известны имена победителей двухдневных баталий. В личном зачёте третье место занял Артур Николаев, второе – Николай Кобяков и первое место – Аял Макаров. Ну а в командном зачёте бронзу удостоилась команда Вилюйского улуса. Серебро – у черепчинцев. А победителем стала команда города Якутска. Елизавета Прокопьева, Арсен Степанов. Отчаянно и дерзко бойцы в ринге бросаются в бой. Ведь до возможности побороться за золотые медали остаётся всего один шаг. Сегодня в Ухолданском улусе боксёрские полуфиналы. Мастера бокса скрестили перчатки на ринге восьмых спортивных игр народов Якутии. Пройдя через отборочные бои, самые достойные дошли до полуфиналов и определятся претенденты на медали игр. Ну уровень подготовки не у всех одинаковый, но у всех одно желание победить. Это как-то обнадёживает. Обнадёживает, что вот с этим желанием боксёры, даже которые проиграли, но имеют такое огромное желание. Я думаю, они при упорных тренировках будут добиваться и более высоких результатов. Это очень даже важное соревнование для республики Саха-Якутия. И я думаю, вы одна такая республика, которая проводит тут именно такие соревнования. Ну, я не скажу, что супер-пупер. Но вы чем можете, то и делаете. А это очень важно. Это очень важно. Ну, главное, что есть ринг. Главное, что есть крыша над головой. Главное, что есть желание провести это соревнование. Это очень важно. Полуфинальные бои проходили очень напряжённо и по-спортивному азартно. Завтра же на ринге начнётся борьба за награды. Серьёзная и бескомпромиссная. Эстафета завершила соревнование по лёгкой атлетике. Среди женщин бронзу завоевала команда из Нерюнгри, серебро останется в Усть-Алданском у Луси, а золото увезут Сардана Трофимова, Пелагея Григорьева, Валентина Иванова и Инесса Окладникова в Верхневелюск. В этом забеге бегуньи получили преимущество на дистанции 400 метров и сохранили его до финиша. Стадион был вообще офигенный, вообще класс. Когда вот здесь я догоняла, и хамусы передались мне, и из-за этого я догнала всех. То есть болельщики придают силу? Да, конечно. Когда болельщики болеют, это дополнительные силы даёт. Ну и тогда слова благодарности болельщикам. Спасибо всем, кто за нас болел. Всем спасибо. В мужском забеге третье место у хозяев игр, второе у Мегина-Кангаласского улуса и золото завоевали амгинцы. Роман Алексеев, Иван Шергин, Аял Филиппов и Эрлан Шамшиддинов. 1500 метров, разделённые на 4 дистанции, они преодолели за 3 минуты 29,67 секунды. Вперёд вырвались только на 200-метровке и сумели удержать лидерство до финиша. Мне просто надо было удержать от рыбли и всё. Получилось? Да. Ребята всё сделали. Но это вклад 1%, всего, а у них 99. Все вклады были, правда, одинаковые. Все выложились на 100%. Подтвердили своё звание чемпиона прошлых игр в Амге. Также выиграли золотую медаль. Погодные условия не смогли сломить спортивный дух бегунов. Настоящим чемпионам не страшны ни дождь, ни ветер. Я получила эту сафетную палочку от победителя, который пришёл к финишу первым. И я надеюсь, что она принесёт мне удачу, несмотря ни на какие ветра и скользкую дорогу. В барагонцах мы увидели все явления природы. То сильный ветер, то знойная жара. В последние дни соревнований идут дожди. И даже некоторые виды спорта с открытых площадок были перенесены в здание. Бывали, конечно, раньше так коротковенные дожди. Не целый день, а тут ещё сильный ветер. Поэтому вчера в срочном порядке перенесли в другой зад. По правилам, в один день должны до финала подбороться. На следующий день уже утешиловки и финалы должны быть. Вольная борьба вызывает большой интерес у якутян. Не зря этот вид спорта является номером один в нашей республике. На каждых играх борьба беспрекословно попадает в прямой эфир. Из-за переноса телевизионной станции и места проведения трансляция шла с опозданием, но тем не менее, зрелищность, схваток, интригу никто не отменял. На Усть-Алданский ковёр вышли 160 мужчин и 48 женщин. Евгений Слепцов – один из немногих глав, который постоянно следит за спортивными баталиями. На ковре у ЛУС представляют 9 атлетов. Правда, нынче Среднеколымск без своего лидера Виктора Рассадина. Сегодня уже в Москве сделали операцию, мини-операцию. Сейчас на восстановление идёт. Должен участвовать осенью на всероссийских соревнованиях, которые в «Спартаке» будет готовиться. Из-за дождя после обеда квалификационные схватки и финальные встречи были проведены в зале борьбы в селе Мэндаба. Участвуют в составе очень сильные, выставили команды. Можно назвать таких, например, популярных, известных борцов, как чемпион Европы Владимир Егоров, двукратный призёр чемпионата Европы Эдуард Григорьев. Даже есть такие ветераны спорта, как, например, двукратный призёр чемпионата Азии Иннокентий Иннокентиев, который уже завершил свою карьеру, представляет свой родной ЛУС. Можно многих туда отметить, ход борьбы где-то очень накаристый, и, как видите, зал полный. Завтра в завершающий день будет разыгран весь комплект наград. Лучшие борцы впишут новую историю восьмых игр народов Якутии. В последние дни игр народов Якутии футболисты столкнулись с таким неприятным обстоятельством, как перенос матча из-за непогоды. Вчера, 7 июля, борьба за выход в полуфинал между командой Мегина-Кангаласского Улуса, командой номер два Усалданского Улуса, была прервана из-за внезапно начавшегося дождя. Матч проходил на открытой площадке хоккейного корта в селе Барагонцы. Все стоги, по всей видимости, игру приостановят. Отыграв 31 минуту, нам осталось доиграть еще 19 минут, которую вчера остановили. И мы ждали до 11 часов вечера. И это был первый раз в нашей практике, сколько играем в футбол. У нас никогда не было такого, чтобы игру переносили еще и так долго. И пришлось нам ждать до следующего утра. И потом утром в 6 часов поле посмотрели, сказали, можете сыграть, но в 11 часов. Мы подготовились к 10 часов, и потом резко за час, ну в 9 часов утра сказали, что время меняется, надо будет в 10 часов сыграть. Мы резко собрались, пришли на площадку. И при разминке тоже немножко моросило. Но судьи сказали, добро, можете играть. Но мы отыграли. Счет был, когда игра остановилась, 1-0 в нашей пользе. Потом во время игры у солдат сравнял, и это насторожило за 3 минуты до окончания матча. Но мы смогли и выиграли основное время 3-1. Сразу после этого за путевку в полуфинал склеснулись команды Оленекского улуса и города Якутска. Красные против белых. Первый тайм начался ожесточенно. Много раз звучали крики судей. Фолл, трибуны, хоккейного кота сотрясались от криков. Особенно громко звучали болельщицы Оленекской команды. Оленек! Оленек! Тем временем тучи над хоккейным кортом все более сгущались. И за 8 минут до окончания первого тайма, когда еще никто не открыл счет, заморосил противный дождь. Вновь встал вопрос о переносе матча, причем о переносе в другой спортивный объект. Местом продолжения матча был выбран спортивный зал школы в селе Тулуна. Конечно, то, что уезжаю вон туда, это не очень хорошо, но то будет, то будет. И как сыграем. Но надеемся на победу только. Несмотря на то, что Оленекский футболист утверждает, что смена поля это для них не есть хорошо, оказалось, что напротив это может стать преимуществом. Обычно, как показывает практика, маленький зал всегда удобен для команд, которые считаются как андердоги. То есть для фаворита всегда стандартное поле это хорошо. А в этом матче фаворитами является город Якуз, потому что он неоднократный чемпион России, неоднократный победит спортивных игр. Поэтому, думаем, для сборной Оленекского луса, да, это плюс, чем играть в большое поле. Первой в спортивный зал Тулунинской школы прибыла команда Оленекского района. Тут же футболисты начали интенсивно разминаться. Вслед за своими земляками приехала группа поддержки. Команда города Якутска прибыла с опозданием. Матч продолжился, при этом градус накала спортсменов ничуть не спал при переезде на новое место. Вновь кипели нешуточные страсти. До конца первого тайма счет так и не был открыт. Во втором тайме первая забила гол команда города Якутска. В ответ в их ворота прилетел мяч от оленекских футболистов. Счет сравнялся. В последние две минуты у горожан открылось второе дыхание, и они забили три мяча подряд ворота оленекцев. Город Якутск вышел в полуфинал. Виолетта Засимова, Артем Алексеев.